Всем привет! Сегодня я хочу порекомендовать вам одну замечательную группу ВКонтакте CWA, Canadian Wrestling Alliance. Уникальная тематика сообщества, никаких Джонов Син и Романов Рейнсов, только рестлеры из Канады и из Индии. Опытная и отзывчивая администрация, каждую неделю шоу, игра по опросам, справедливое продвижение участников. Также группа нуждается в услугах фотошопера. Подписывайтесь по ссылке в описании. Всем привет, уважаемые подписчики WWE Vlog. С вами Фадеев Руслан, вот он я здесь. И сегодня у нас очередная распаковка карточек WWE Tops. На этот раз будем разбирать вот такой набор, посвященный RAW, 2019 год. Честно говоря, не знаю, когда конкретно этот набор выходил. До этого набора Crystal Money, который мы распаковывали в прошлый раз или уже после. Но я так понимаю, что здесь будут попадаться в основном вот какие-то такие карточки именно с RAW. Да, вот тут у нас Elias, например. Это из прошлого набора. Ну и плюс можно заметить, что здесь также будут присутствовать трибьют-карточки Ron de Rousey. Вот эти вот карточки в прошлый раз нам попались из этой серии. Как-то так. Извините сразу, что будет какой-то шум посторонний, будут стучать молотком. Это где-то делают ремонт. Я уже ничего с этим не могу поделать. Надо было снимать. Надеюсь, не сильно будет мешать. Ну ладно, пора распаковывать все это дело. Думаю, какие-то организационные моменты уже нет смысла рассказывать. Этот набор, как и все прочие, стоил 20 долларов. Заказывал я его на WWE Shop. Но вообще, если вы планируете сами заказывать такие наборы, то и только их, то, наверное, выгоднее все-таки заказывать их на eBay. Там и наборов выбор побольше, и на доставке. Ну, доставка будет стоить подешевле. Вот. Просто я так же заказывал себе футболку, и как бы заодно прихватил еще и карточки. Так, давайте же смотреть, что у нас там внутри. В принципе, я думаю, все как обычно. Пам! Откладываем это в сторону. Релик-карта. Ну, я уже чувствую, что в этот раз она поплотнее, чем в прошлой. Ну, мне так кажется. Так что вряд ли это будет вот эта вот какая-то непонятная стальная карпа-шаблон. Ну, отложим пока далеко, чтобы она нас не соблазняла. И, собственно, начнем распаковывать сначала обычные карточки. Я думаю, не буду сильно долго тянуть с этим, потому что уже все примерно представляют, что они из себя... Точнее, все примерно понимают, что они из себя представляют. И, так, поехали. Так, нет, слушайте, это все-таки немножко другого формата карточки, не те, что я ожидал. Вот это, например, у нас Джиндер Махал. Как-то интересно она сделана. Hometown Heroes. Это какая-то серия отдельная или что? Но, видимо, тут вот эта серия в том состоит, что здесь еще указывается, откуда родом рестлер. Здесь вот Панджаб, Индия. Хотя, по-моему, он, на самом деле, родился в Канаде. Ну, ладно, посмотрим, что нас ждет дальше. Дрю Макентайр. Вот представитель RAW. Вот это уже немножко другая карточка. Так, интересно даже. Так, следующая карта. Дин Эмброуз. Ну да, судя по всему, вот это вот, вот так вот они выглядят. А вот это уже что-то, что-то особенное. Далее, Баби Лэшли. Аполло Крюс. Вообще, интересно, сколько таких карточек всего, потому что, мне кажется, там ростер-то не такой большой. И вот в таком наборе они все должны поместиться, по идее. Кертис Аксель. Ну, как вы понимаете, тут ростер, конечно же... О! Роуд-дог. Внезапно. Серия легенды WWE. Вот как-то так. Ну и, собственно, как вы понимаете, здесь у нас ростер до встряски. До шейкапа, который прошел после Расселмании. Думаю, это понятно. Хотя, опять же, встряска принесла нам столько бед в лице этого правила Wild Card, что лучше бы ее и не было. Сейчас вообще непонятно, что. Все ходят куда хотят. На Рой, на Смэк. Итак, следующий пакетик. Райно. Ну, его уже сейчас вообще, по-моему, в ростере нет. Он ничем особо не занимается. Сет Троллинз. Почему-то с этого ракурса мне показалось, что это какой-то мансура вообще. Ария Дайвари. 205 лайф. То есть у нас тут может быть не только Ро, но и 205. Брайан Кендрик. Еще один представитель полутяжей. Сара Логан. Недавно, кстати, вот буквально на последнем мейн-эвенте она вроде как дебютировала немножко в другом образе. О, а вот и триплит-карточка Ронды Раузи. Сначала мне показалось, что у меня такая уже есть, но нет, они просто похожи. Здесь она Микки Джеймса запирает в армбар, а тут Наю Джекс. Ну что ж, уже три карточки с Рондой. И, ага, Hometown Heroes Райно из Детройта, Мичиган. Ну, судя по всему, я тогда просто начал как-то с конца, и, наверное, в каждом пакетике по одной такой карточке будет попадаться Hometown Heroes. Ну что, открываем третий пакет. Так, вот так, наверное, удобнее всего, чтобы и не спойлерить, и как бы мне удобно было вытаскивать. Так, представители Рока Листа. Ну, его можно, в принципе, отнести к полутяжам тоже. Фанданго. Дольф Зиглер. Хотя сейчас он, конечно, на смекдауне, даже за чемпионство дабл-дабл и борется. Брей Уайт. Все, ждем его появления в новом гиммике. А то эти шоу Фанхаус уже надоели. на самом деле. Так, Финн Баллор. Вот эта карточка как-то отличается, да? Может, это, конечно, просто... То есть, нет, вот эти какие-то все карточки серебристые, а эта прям позолоченная, походу, особенная. Более редкая. Так, еще легенда WWE. Исайко Сид. Ну и Hometown Heroes, Gentleman, Jack Gallagher. Манчестер, Англия. Так, Беки у меня там что-то начала бушевать. Ну, не будем отвлекаться. Продолжаем вскрытие. И... Alexa Bliss. Я уже чувствую, что эту карточку мне придется отдать одному фанату Alexa Bliss. Ну, хорошо, хорошо. Alexa это здорово. О, Roman Reigns. Кстати, что-то в комментах многие там... Ну, я помню самые первые распаковки. Мне вообще никто из Щ.И.Т.а не попадался. И недавно в комментах тоже писали, что там есть кто из Щ.И.Т.а. В этот раз я всех собрал. И Дин Эмброуз, и Сэд Роллинс, и Рейнс. Виктор. Просто Виктор. Просто Вознесение. Бадди Мёрфи. 205 лайв. Сейчас он уже на смекдауне, но как бы ничем там не занимается пока что. Следующая карточка. Джоу Джоу. Женушка Брэй Уайта. Ну, пока еще не женушка, но... Но мать его ребенка. Легенда. Голдберг. Вот оно чего. Ну, это прикольно. На Голдберг это хорошо. И Холмтан Хироуз. Бадди Мёрфи. Из Мельбурна, Австралия. Если помните, на Супершоу Дауне в том году он прям в своем родном городе стал чемпионом полутяжей. Следующий пакетик. Что интересного он нам принесет? Давайте же смотреть. Элайос. Элайос. Вот, кстати, да, я думал, что карточки будут вот такого типа, как были в дороге на Рессалманию. Но нет. Нет. Здесь у нас просто как бы не какие-то моменты, да, как это было в том наборе, а именно карточка просто посвящена какому-то конкретному рестлеру. Дэш Уайлдер на возрождение, действующий командный чемпион Ро. Чед Гейбл. Вот уж за кого обидно, так это за Чеда Гейбла. Как он сейчас вообще используется в WWE, это кошмар. Батиста. Вот тут, смотрите, значок как бы не легенды, а просто как бы WWE. То есть, вроде как и не относится к какому-то бренду, но вот так вот. Батиста. Хотя сейчас он уже все, карьеру закончил. Вот, кстати, еще одна карточка необычной расцветки. Но это, это Конор. Конор это, конечно, такое себе, но зато обоих вознесенцев собрал. Еще одна легенда WWE, Vader. It's Vader time. И Hometown Heroes Ruby Ride. Она у нас из города Лафайет, штат Индиана, насколько я понимаю. Так, у нас осталось ровно половина, если не считать релик-карты. Пять пакетиков. Ну, конечно, всегда радует, что вот в таких наборах повторок не попадается вообще. Это просто не предусмотрено, судя по всему. Так, Джин Дармахал, с кого мы начинали сегодняшнюю распаковку, попадается у нас и в таком виде. Сэми Зэйн. Прекрасный рестер, который так ничего и не выиграл в основном в ростере. Зак Райдер. Поражаюсь вообще, насколько Зак Райдер уже долго сидит в компании. И насколько он все еще молод. Ему же там только немного за 30. Найджел МакГиннес. 205 лайв. Хотя, я что-то не помню. Сейчас он разве комментирует 205 лайв? Мне кажется, уже нет. Но могу ошибаться. Букер Ти представляет Ро. Хотя, я опять же, я вот сейчас очень смутно себе представляю, кто где там комментирует. Но, мне кажется, Букер Ти сейчас только на экспертных панелях появляется. Так, легенда WGV Триш Стратус. И девушки у нас тоже бывают легенды. И Хоум Таун Хироуз. Наталья Калгари Альберта Канада. Ну что ж, остается 4 пакетика. И полетели. Чарли Карузо. Ой, как я ее люблю. Просто очень нравится внешне. Рубер Райт у нас на очереди. Да, вообще, вот вроде так много уже карточек. И все еще не кончаются представители Ро. Ну, здесь, конечно, не только Ро, да. Здесь и легенды. Вот, 205 лайф. Акира Тазава. Но все равно, как же много людей сейчас на контракте до ВДВ. Марк Эндрюс, 205 лайф. Ну, сейчас он скорее в NXT UK. На 205 он появляется два раза в год буквально. Ники Белла. Очень странно, что ее занесли к Ро, потому что она вроде как уже давно не выступает. Вот. Ну, и опять же, такая золотистая карточка попалась. Легенда до ВДВ, Рик Флэр. Ну, вот эта легенда так легенда. Спору нет. И Hometown Heroes у нас Кертис Аксель. Город Чамплин, штат Миннесота. Ну, что ж, карточек остается все меньше. Все ближе мы к реле к карте. Я уже не терпится узнать, что там за карта. Очень хочется, наконец, автограф получить, но хрен знает. Так. Седрик Александр. 205 лайф. Ну, сейчас он как раз уже относится к Ро. Хотя появляется там в очень такси-бешных ролях. Майк Роум. Ринг-анонсер. Ро. Самир Сингх. Также Ро. Ну, сейчас Сингхи уже полностью перешли на 205, если что. Эйкам. Представитель команды авторы боли. Кертис Аксель. Также у нас на Ро. Хотя сейчас я уже не помню. По-моему, на Смэкдаун. О, вторая карточка. Трибьют Ронды Раузи. Это конфронтация с Найджекс. И какие-то там игры разума. Я уж не знаю, что это, когда это было. А, 28 мая 2016 года. Это перед Money in the Bank прошлогодним. Вот такая вот карточка. Всего в серии про Ронды Раузи 40 карточек. У меня, получается, есть 4. Но никаких надежд на то, чтобы собрать все 40. И Hometown Heroes. Бэром Корбин. Кэнзас-Сити. Штат Миссури. Вот, кстати, меня всегда удивляло, что в Америке есть штат Канзас. Есть штат Арканзас. Но при этом Канзас-Сити – это штат Миссури. Где логика? Не понимаю. Итак, предпоследний пакетик. Поехали. Финн-балла. Можно сказать, что повторка, но там у нас все-таки... Извините. Там у нас все-таки была специальная расцветка золотистая. Так что такой карты именно у меня не было. Коннор. Смотрите-ка. Опять же. Опять же. Он у меня был в золотом. Хм. Интересно. Еще, помнится, была Ники Белла такая. Если сейчас попадет Ники... Да, да. Смотрите-ка. Ники Белла. Какая-то логика в этом нащупывается. Но я пока не понимаю, какая. Интересно. Интересно все расположено. Вот, смотрите. Тайтус у Нил. Может быть, следующая золотистая карточка у меня будет с Тайтусом у Нилом? Как думаете? Ха-ха. Ну, не поверите. Это вообще... Да. Да. Интересно получается. Как это у них как бы тусуется... Блин, тусуется. Тасуется по этим пакетикам. Прям интересно. Дальше у нас легенда. Кен Шэмрак. Да. Легенда не только WWE, но и UFC тоже. И Hometown Heroes TGP. Ой, TGP. TGP. Из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Итак, пред... Ну как, последний обычный пакетик. И будем переходить к ролик-карте. Погнали. Ну, а далее. 205 Live. Ну, сейчас так же и NXT UK. Вообще, интересно, конечно, как сейчас идет перемещение рестлеров по брендам. Может вообще в любую сторону произойти. Кейн. Вот как и Батиста, он еще не легенда, но как бы... Вот. Не знаю, как это назвать. Просто WWE. Джейсон Джордан. Ох, ну про него уже, мне кажется, вообще все позабыли. Тоже очень обидно за парня. В принципе, что-то в нем было. Жаль, что травма, видимо, вообще закончила его карьеру. Дрейк Маверик. Очень странный, конечно, персонаж. Который используется очень по-разному. Ну, вообще, Маверик хорош. Бобби Рут. Ныне известный уже как Роберт Рут. Опять же, плачевная ситуация, конечно. Сколько же рестлеров WWE губят просто. Это жесть. Ох, легенда Мистер Перфект. Отец Кертиса Акселя. Легендарный рестлеров, конечно. И последняя обычная карточка. Hometown Heroes. Опять же, Бобби Рут. Торонто, Онтарио, Канада. Ну что ж, вот столько вот мы пакетиков распаковали. И все это можно отложить, потому что наше главное блюдо вот оно. Релик карта. Ну, она реально какая-то очень плотная. И, слушайте, здесь есть какой-то, как будто вырез. Есть у меня подозрение, что это опять карта с кусочком ринга, с какого-то мероприятия. Интересно, если это набор Ро. Может быть, это с какого-то Ро просто будет. Ну ладно, давайте смотреть, чего тянуть. Так, так, так. Так, так, так. Давайте. Бекки Линч. Это мне уже нравится. Так, поздравляем. Authentic. Money in the Bank 2018. Так, так, так. Смотрите. Всего таких карт 99. У меня 56. И здесь, видимо, кусочек ринга с Money in the Bank 2018. Вот так вот. Ну, слушайте, прикольная, прикольная карта. Здесь вот прям видно какая-то, какая-то такая штучка. А, что-то налипло. И мне нравится. Мне нравится. Жалко, конечно, опять, что без автографа. Насколько я знаю, бывают вот карточки и подобного типа, еще и с автографом. Вроде как. Но все равно круто. И Бекки Линч, и кусочек покрытия ринга. Неплохо. В общем, я доволен. Вот такая вот получилась распаковка. Не знаю, когда будет в следующий раз, потому что это все делается очень так по настроению. Вот захотелось купить, заказать. И вот, пожалуйста. Ну, в общем, на канале все равно в ближайшее время будет, я думаю, достаточно контента. Вот. Работаю сейчас над некоторыми интересными видосиками. В частности, над большим видео по Extreme Rules. Да, кстати, заходите на трансляпцию Extreme Rules. Обязательно. И все, наверное. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok